В современном мире, в современном обществе у многих людей есть такая проблема, что мы почему-то загубляем свою жизнь, начинаем считать, что мы живем хуже других. Сравнивать свое нынешнее состояние с состоянием другого человека. Чувствовать себя жертвой, принимать себя жертвой. Как пример, встречаясь с коллегой, рассказываешь о работе, коллега говорит, что у вас так стрёмно, у нас так классно, у нас там все хорошо. И ты такая думаешь, блин, у нас реально все беспонтово, у них лучше, надо увольняться, искать другую работу. Или, допустим, в другой стране лучше живется, другие порядки, другие законы, все как-то лучше, чем у нас. У нас все хуже. Ну или всегда есть какой-то агрессор. Агрессор, который помогает считать нас жертвой, помогает быть нам жертвой. Как пример, еще, допустим, брать семейные отношения. Часто у нас мужчины любят бегать от женщин к женщине. Почему это происходит? В какой-то момент наступает критическая ситуация. Допустим, это пример. Женщина становится агрессором для мужчины. Начинает его тюкать, мало получаешь зарплаты, что-то там дома не делаешь. В общем, какие-то требования ему выдвигать. Из-за того, что появился агрессор, мужчина начинает чувствовать себя жертвой. И что в этот момент происходит? Появляется другая милая женщина, которая говорит, ты такой хороший, такой сладкий, такой милый. Она плохая, она тебя не ценит. Я тебя ценю, у нас все будет прекрасно. И в этой ситуации, в этом треугольнике есть агрессор, есть жертва, есть спаситель. И все прекрасно. В какой-то момент жертва решает уйти от агрессора к своему спасителю. И когда мужчина уходит от своей супруги к своей любовнице, допустим, или к другой женщине, он перестает быть жертвой, потому что агрессор из его жизни исчез. Нету больше этого давления. И у них начинается семейная жизнь. И как оказывается, у этой девушки тоже есть свои проблемы, свои заботы, свои хотелки. И он ей говорит, блин, ну вчера так было круто. А почему сегодня так? Давай хочу сегодня так же. Она, оказывается, тоже может уставать на работе. И в этот момент мужчина становится из жертвы, агрессором для своей новой пассии. Понимаете? Да, он все начинает требовать. Она такая бедная, несчастная, не знает, как это все вытянуть. Вот это колесо, вот это вот беречь. Я не знаю, как это назвать. Она переходит и переходит, переходит. То же самое на работу. Поменял работу, ушел на другую. В какое-то время классно. А потом начинается. Товарищи-то там получше. Мы зачем-то смотрим на других и не видим в своей жизни. И пытаемся постоянно себя засунуть в эту роль жертвы. Не живем сейчасшним вот этим. Это неправильно. Не надо же чужой жизни, не надо сравнивать свою жизнь с другими. Мы все уникальны, все особенные. Живите здесь и сейчас. Убирайте это все ненужное, вот эти вот агрессивности.